Всем привет! В эфире программа Connect. В ближайшие 15 минут мы расскажем вам обо всем, что появилось в мире интернет за минувший месяц. Вас ждут самые последние новости, электронные новинки и игры. В этом выпуске мы покажем, как совершить виртуальное путешествие на Антарктикду, расскажем о дате выхода новой операционной системы Windows 8 и во что поиграть в этом месяце. Присоединяйтесь! Сайты в интернете обретут запахи. Возможно, уже совсем скоро мы будем характеризовать странички во всемирной паутине не только по содержимому, но и потому, как они пахнут. По крайней мере, так считают французские исследователи, которым удалось создать работающий прототип устройства по передаче запахов. В скором времени при создании сайта будет достаточно внести в его структуру небольшой код, в зависимости от предпочитаемого запаха, после чего любой пользователь, имеющий специальное устройство, сможет этот запах почувствовать. Здесь действительно открываются безграничные возможности использования данной технологии, от рекламного бизнеса до развлекательного игр, кино и музыки. К сожалению, какая-либо информация о дате начала продаж новинки и его цене не сообщается, но если верить исследователям, оно будет по карману практически каждому. Google Maps представил панорамные снимки Антарктиды. Тем, кому нравится путешествовать по миру, сидя за монитором, разглядывать карты, гулять по улицам при помощи сервиса Street View, авторы предлагают экскурсию в Антарктиду. Можно насладиться заснеженными видами исторических мест этого уголка планеты, побывать на геологической станции и просто побольше узнать о покорении Южного полюса. Трехмерная голограмма Виктора Цоя в полный рост спела хит 90-х на сцене павильона на площади искусств в Станкт-Петербурге. Проект был приурочен 50-летию фронтмена группы кино и показан в рамках мероприятия «Будущее в России», посвященного инновационному развитию различных сфер жизни человека. Для создания географического эффекта была использована технология цифрового воскрешения. В интернете найдется многое, только нужно это хорошо поискать. В рубрике «Интересно в сети» мы будем знакомить вас с различными сервисами, службами интернет-пространства с различными возможностями, которые многим уже знакомы, ну а многие услышат о них впервые. И так, что посмотреть, чем заняться в интернете в этом месяце. Готовить дома весело утверждают авторы сайта «Оголодали». Это полезный ресурс для тех, кто не умеет готовить, плохо готовит, не любит придумывать, что приготовить, а также для тех, кого никто не покормит. Идея сайта в том, что вы сможете создать виртуальный холодильник из тех продуктов, которые есть у вас дома. На основе полученного списка система предложит вам подходящие рецепты, и простые, и сложные. Вам останется только выбрать блюдо по душе. Зарегистрированные пользователи смогут сохранять на сайте содержимое своих холодильников, добавлять рецепты в избранное и составлять меню на все случаи жизни. Удобный поиск позволяет с легкостью найти блюда по своему вкусу, а рубрика «Рецепт дня» порадует вкусными фотографиями еды. Так уж получилось, что в Рунете качественные ресурсы для детей встречаются крайне редко. Одной из интересных страничек, заслуживающих внимания, является сайт телеканала «Карусель». Он способен увлечь не только малышей, но и их родителей. На портале расположены весьма познавательные и развивающие игры. Их авторы предлагают маленьким пользователям компьютеров учиться играя. Такая техника приносит хорошие результаты в образовании малышей. Математика, английская география. Вот небольшой список знаний, которые можно получить на этом сайте. А еще там много логических развлечений. Кроссфордов, паззлов, раскрасок на любой вкус и цвет. Вот лишь некоторые из них. В игре «Змейка» нужно собирать английские буквы, из которых потом будут образованы, озвучены и переведены слова. В игре «Картонеры» ребенку нужно отыскать страны и столицы, загаданные компьютером. Свои творческие способности можно продемонстрировать в развлечении «Волшебная кисточка», где юным пользователям предстоит закрашивать контуры представленных фигур. Они с каждым уровнем будут усложняться. Все эти и еще десятки развлечений для самых маленьких ребят ждут на сайте телеканала «Карусель». На просторах интернета, помимо различных сайтов и сервисов, с огромным количеством информации попадаются так называемые сайты-минутки. Чаще всего любительские, но поистине оригинальные и необычные. Настоящие произведения искусства. О самых интересных из них за июль мы расскажем далее. Мы живем в мире, где постоянно происходит стремительный обмен информацией. Телефоны, смс, электронные почты, социальные сети постоянно отвлекают и отбирают ценные минуты жизни. Поэтому время для отдыха и расслабления порой просто необходимо. The Quad Place – это простой, но очень полезный сайт, который поможет вам расслабиться на некоторое время, сопровождая этот процесс очень приятной музыкой. Просто жмите пробел и отдыхайте под прекрасную музыку. Бумажные герои своими руками. Сайт Cubicraft предлагает огромное количество образцов игрушек для последующей сборки. Все, что вам нужно – это лист формата А4, ножницы и немного терпения. Достаточно распечатать схему персонажа, и новая игрушка практически готова. На выбор предлагается огромное количество самых разных героев. Представители компании Microsoft объявили дату выхода своей новой операционной системы. Продажи Windows 8 начнутся 26 октября. Новая операционная система позиционируется как для настольных персональных компьютеров, так и для планшетников и мобильных устройств. Windows 8 будет в значительной мере отличаться от предыдущих продуктов компании. Пользовательский интерфейс Metro изменился до неузнаваемости. Для работы системы необходимый процессор с частотой в ГГц выше, до 20 ГБ свободного места на жестком диске и до 2 ГБ оперативной памяти. Специалисты Microsoft называют старт-продаж Windows 8 самым крупным событием для компании за последние 17 лет и ожидают, что в следующем году будет продано 375 миллионов компьютеров с этой системой. Остается совсем чуть-чуть времени, и пользователи в полной мере смогут оценить удобство интерфейса, быстродействие новой операционной системы и предоставляемый функционал. Изобретатели создали второго пилота для автомобилей. Технология представляет из себя систему безопасности, которая принимает на себя управление автомобилем, если водитель совершает грубую ошибку. Для фиксирования потенциальной угрозы система использует установленную на борту машины камеру и лазерный длинномер. Водитель управляет транспортным средством в полной мере, но лишь до тех пор, пока автомобиль не покинет безопасные зоны. Если автолюбитель направляет машину за пределы этой зоны, например, засыпает и уводит ее с дороги, либо ведет автомобиль на какой-то барьер, система перехватывает управление и возвращает транспортное средство в безопасную зону. На испытаниях интеллектуальный второй пилот проявил себя с лучшей стороны. Он прошел подавляющее большинство из 1200 тестов. Незначительное число сбоев было связано с тем, что камера не смогла обнаружить препятствия. Единственным недостатком системы автор считает психологический эффект. При наличии интеллектуального ассистента водитель будет слишком полагаться на электронный разум. Продолжаем рассказывать о самых интересных проектах крупнейшей игровыставки E3. За три дня ее посетили десятки тысяч человек, которым были показаны новейшие разработки игр индустрии за текущий год. Компания EA представила зрителям продолжение знаменитого фантастического экшена Dead Space 3. Игра создается с прицелом на кооперативное прохождение сюжетной истории, и показанный ролик стал лучшим подтверждением этому. Прошедший огонь и воду инженер Айзек Кларк и закаленный в сражениях солдат Джон Карвер отправляются на ледяную планету, чтобы узнать правду происхождения некроморфов, угрожающих жизни человечества. В поисках разгадки герою придется пережить многое. Нежные лавины и рискованные восхождения на ледяные вершины. Лишь малая толика опасностей, постерегающих путешественника на замерзшей планете. Выход игры намечен на феврале следующего года. Далее зрителям продемонстрировали впечатляющее видео из новой части Need for Speed Most Wanted. Игра разовьет и улучшит те концептуальные идеи, которые появились в предыдущих частях серии. Игрокам, как и прежде, будет представлен открытый мир, зрелищные погони и превосходная графическая составляющая. Игра появится на полках магазинов уже скоро, 30 октября. А на сегодня это все. До встречи!